Что такое дружба? Как ты её понимаешь и ценишь? Я понимаю, дружба – это то, когда в трудную минуту не только вот за столом собрались, поели, ушли, а Женя моя и в трудную минуту, и в радости, и в горе, всегда она первая. Ну, а это вот она так сказала. А на практике, вот то, что её слова, что вот как на практике это показывалось, вот за период вашей дружбы? Мы всегда помогаем друг другу. Ну, как? Во всех мероприятиях. Ну, например, примеры приводите. Ну, вот свадьба у неё была. И? Помогали. Месяц она ко мне ходила, помогала. Я болела, муж отдыхал, дочка отдыхала. Да и кроме мероприятия там. До утра со мной сидели муж и жена до утра, пока моя операция длилась, а не до сегодняшнего. До утра сидели, ждали, пока я очнусь. Потом приехали, Тухум у меня большой, пока мои приедут, они сидели, ждали, помогали, где что приносили, где что покупали. То одна соседка, утром одна придёт, в обед другая, вечером другая. Вот так соседи мы дружим, душу. Как здорово. Женечка, Тухум, это по-нашему Тухум родня, фамилия, да? Да, да. И у нас так. Табасаранский язык, он ближе к какому языку? Так интересно. Табасаранский язык, он ближе к цахурцам, лезгинам. Вы понимаете друг друга, да? Да, понимаю. Машалла. А мой язык хоть чуть-чуть понятен? У нас в Табасаранском районе есть табасаранские азербайджанцы. Они как-то вот разговаривают ближе вот к Нагайцам, ближе вот к вашим. Я вот когда нет-нет, иногда Женя разговаривает по-своему, она хотя армянка, я её понимаю. Не всё, конечно, но понимаю. Но некоторые слова, да. Некоторые слова всё равно совпадаются. Смотришь, как интересно. Или потому что я её полюбила, не знаю. Я её, кажется, с полуслова понимаю, да. Я очень её понимаю. Спасибо большое. Я очень люблю эту семью ихнюю. Дети её приезжают, приходят, заходят. Мне это очень приятно. У меня одна дочь. Муж у меня в милиции работает. Я работаю дома милосердием. Очень приятно. Очень приятно. Помогаю людям, чем могу. Ну, дружба. А бывает, что вот между подругами появляется зависть? Между вами, наверное, нет зависти. Но третий завистник. Вот знаете, видя, как вы хорошо дружите, как сестрички помогаете друг другу, кто-то что-нибудь подщипывает, что-нибудь говорит. Бывало так. Бывало так, да? Со стороны, да? Да, да, со стороны. Вы как на это реагируете? Я никак. Мы друг друга уже знаем, доверяем. Не она не послушает других, не я. Я уже потому что знаю её. Очень приятно. Я не знаю характеры, конечно, уже выводы делаешь. И вот получается, вот посмотрите, вы живёте в вот этот Тарумовский районный центр. Тарумовка называется в Дагестане. Рядом нету родных сестёр конкретно, да, братьев. Вы друг другу и сёстры, и подруги, и самые близкие люди. И это очень приятно. Вы всегда и в радости, и в беде рядом. И я рада, что, приехав в Тарумовку, навстречу меня пригласили в поэтическую библиотеку. И вот я с такой прекрасной дамочкой познакомилась. Вот говорят, от сердца к сердцу мост есть. Я ощутила этот мост. Я не знаю почему, но мне очень приятно это знакомство. И я думаю на всю жизнь. Жалко, что я не могу быть с вами рядом. Но душой я буду всегда с вами. Спасибо за этот стол. Как ты так за пять минут, пока я отдохнула? Ну как ты так можешь? Почему я рядом не живу? Я бы каждый вечер приходила бы. Пожалуйста, у меня дом большой. Одну комнату я вам дам. Хорошо, буду приезжать. Расскажи, пожалуйста, вот здесь из национальных блюд табасаранских, что здесь есть? Я даже не знаю. Хинкал. Это табасаранский хинкал. А он же бывает... Еще кемали, табасаранская кемали. А что мы делаем? Это мы с алычи собираем. Ага. Кидаем им их в кастрюлю. Наливаем чуточку, 100 грамм воды. Она потом, это алыча, дает сок. Это сок мы с сито или с марли протеживаем. Потом это варится, варится, варится. День и ночь варится. И получается вот такая вещь. Ну вкуснятина, вкуснятина. Скажи, пожалуйста, самое главное блюдо... Вот у нас хачаны, айран у карачаевцев, а у вас, у табасаранских. У нас хинкал, чуду, но у нас тоже айран. Мы тоже айран называем. Чуду что такое? Чуду это вот мясо в тесте. Мясо в тесте. А как понять мясо в тесте? Вот мы сегодня жили чуду. Жареное, вареное? Где мы ели чуду? Там. Но это было с требухи. А мы, ну мы тоже, разные у нас бывают. И с травы бывают, с творога бывают, с мяса бывают. Мясо с картошкой бывает. На минутку, как поедут табасаран, так секруха, чудушки, так мама, сестра. Рядом живут. Ой, для них чуду сделает пять минут. Ну и что? А у вас, у армян, какое главное блюдо? У нас долма, главное блюдо. Долма, да? Бешпармах. Бешпармах тоже, да? Да. Машалла, машалла. А еще вот это ваша фасоль зеленая. А, ну зеленая фасоль. А как она называется, зеленая фасоль, блюдо? Ммм, просто зеленая фасоль. Все ясно. Нет, по-альмянски, как она называется? Лобби. Лобби, а, да вот лобби, да, это вкусно лобби. Да, лобби. Девчата, я уже ела, ела, она мне все подкладывает, подкладывает. Ешьте, ешьте, конечно. Ешьте, ешьте. Я вот с работы пришла, быстро, не знала, что сделать. Как ты могла так настроиться? Давайте я лучше табасарамское блюдо. Кину мясо и сделаю. Спасибо большое. Приятного аппетита. Ну, продолжаем. Дорогие мои друзья, интернетные друзья и вообще по жизни друзья, знакомые. Вот как хорошо, как хорошо иметь дружбу верную и в беде, и в радости быть рядом. Как это приятно. И я желаю вам счастья. Вот быть до конца верными в вашей дружбе. И чтобы вы радовались счастью своих детей и счастью общения друг с другом. Спасибо большое. Спасибо. Я иногда буду приезжать, я иногда буду к вам приезжать, кушать вот это и лобби. В следующий раз у тебя, хорошо? Обязательно. Спасибо большое. Очень веселая у меня Женечка тоже. Я жду вас в гости. Я обещаю застолье, ну, может быть, не так искусно, но тоже обещаю. И обещаю вас возить на Донбай. Ну, вот я организатор. Я сумею обрадовать вас впечатлениями. Вот это нас и не хватает. Хорошо. Так, ну что? Ну, а что? Что? Водички? А, вот я еще пить хочу. А это еще вода. Да, сама себе наливай. Ага, хорошо. Надо старшими сначала. Конечно, я растерялась просто. Ничего, ничего, маша. Себе никогда первую не наливают. Ну, а теперь давайте, пусть это, ну, не как вино или что, да. Я вот, ну, как сказать, благодарю Аллаха, чтобы, что Аллах вот дал вот такую щедроту пищи этой семье. Пусть это, вот это богатство будет в каждом кавказском доме, у каждого человека, любой нации. Как это приятно. Посмотрите, все есть. Аллаха шкурла. Вот. Хозяйка потом скажет, что вы пожелаете людям, тоже пожелаете. Ой, самое главное, я желаю всем здоровья, достатка в доме, счастья, чтобы вот нас беды не коснулись, что бы то ни было. Вот. А самое главное, здоровья, конечно. Маша Аллах, это же мы предновогодние, будем считать, что это предновогоднее застолье, мы пьем как бы шампанское. Вот это сок такой приятный, ну, это будет пусть сок шампанское. Спасибо у вас, хорошие новогодние пожелания. Ну, и хозяйка, я желаю мира, счастья всем, дружбы. Как в Дагестане миллион языков и миллион наречий, так вот дружбе живут все. И чтобы все люди мира жили, как дагестанцы, друг друга уважая. Так, где наша хозяйка убежала сейчас? Сейчас. Ну, и вот, теперь слово берет хозяйка наша, прекрасная. Я не знаю, на какую актрису похожа. Вспоминала сегодня, вспоминала, никак не могу вспомнить. Дорогие мои друзья, помогите. На кого, похоже, Зульфира? Актриса какая-то. Ну, давай, слово скажи. Я очень, честно говорю я вам, я очень рада, что я сегодня встретилась с вами. Мне очень приятно. Я желаю вам счастья, здоровья, любви, чтобы в вашей семье было всегда лад, а где лад, там и клад. Берегите, цените. А вашим карачайским народу я хочу пожелать тоже огромного счастья, мира, добра. И еще хочу, пусть всегда для вас будет утро добрым. День радостный, вечер приятный, ночь спокойная. Молодцы. Спасибо большое. Амин для всех.